Приветствую вас. Я склонен разделять мнение коллег Гаскова и Кудрячева насчет ситуации вашей в целом. Но я хочу сказать следующее. Смотрите, что меня больше всего интересует в вашей ситуации, да, в ситуации, которую вы описываете, что меня больше всего заинтересовало. Меня больше всего заинтересовало то, что вы пытаетесь понять человека. Вот что меня больше всего заинтересовало. То есть вы стараетесь понять, что значит, что начать действия вашего мужа. Вот я не знаю, означает ли это, что вы в какой-то степени, да, не доверяете сами себе. Вот. Значит, означает ли это, что вы не можете самостоятельно принять решение относительно того, что происходит сейчас? А если это так, то получается, что вы сами себе не очень-то доверяете. И тут уже надо смотреть на то, собственно говоря, почему вы себе не доверяете. Как так вот получилось, что вы себе не доверяете? Не доверяете тому, что вы сами знаете, тому, что вы сами сами чувствуете, что вы сами чувствуете. Исходя из тех моментов, которые происходят, исходя из той ситуации, которая происходит, вы знаете своего мужа. Вот. Вы знаете, ну, какой он человек. Вы знаете, что он себя представляет. Вы знаете его характер. Вы знаете его, более-менее выбор, ну, более-менее выбор своего модели, своей модели поведения. Вот. Все это вы знаете. Но вы не доверяете себе. Вы пытаетесь себя обмануть. Вы пытаетесь, как-то вот, очевидно, представить ситуацию вот так, как будто она не та, чем является. И вот этот момент, честно говоря, я немножко смешал. Смешал. Смешал, потому что, ну, вот, потому что вы себя обманываете. Здесь, в этом, вот, сути, в этом, неприятно, в этом, это вот болезненно, болезненно, на мой взгляд, что вы пытаетесь себя, как-то обмануть, вот. Ну, ничего хорошего этого не получится. Ну, вот, если вы будете пытаться себя обманывать, обманывать, потому что ситуация, она, вот, она, какой была, да, она, в принципе, такой и будет. Вот. И если вам, например, ну, не хочется, допустим, ну, признавать, что ваш муж поступил каким-то образом, да, который, ну, который вам, там, не по душе пришелся, например, и так далее, вот, если вам не хочется этого узнавать, то это ничего не меняет. В том смысле, что реальность этого не меняется. Понимаете, какая штука. Поэтому, поэтому, тут нужно смотреть на, ну, на ситуацию, на ситуацию максимально, на мой взгляд, эм, как-бы, таким-нибудь, ну, незаметненным взглядом, чтобы, а, поэтому, ну, у него на ситуацию, не то есть, что реальная, наверное, а, ну, ка-ка, именно, может быть, дальше. А, что я могу сказать, что я не знаю, что-то Вы понимаете, я надеюсь, теперь, что ваша проблема, вероятно, заключается в том, что вы себе не доверяете. Я в этом не уверен, я не утверждаю наверняка этого, но, скорее всего, интересно, почему вы себе не доверяете, но не выяснить. Следующий, как ситуация, которую вы описываете, как ее можно интерпретировать? Как ее можно интерпретировать? На мой взгляд, ваш муж не увидел того, что хотел увидеть вас. То есть он встретился с вами, потому что, может быть, соскучился, может быть, что-то еще, вот. Но он, когда за мной виделся, он понял, что что-то не так, да, что, вот, причина, из-за которых, ну, из-за которых вы достались, образно говоря, вот, эти причины, они никуда не делись, они никуда не исчезли, вот, к сожалению, и он просто увидел, что вы, там, на самом деле, собираетесь собираетесь менять, ну, такая же, и он, такой же, вот. И человеку, может быть, хотелось просто, вот, завершить некий такой образ вас, понять вас, вот. Понимаете, опять же, здесь важен, ну, в какой-то степени, здесь важен. Контекст, вот, то есть, что я имею в виду, что я имею в виду под контекст нам? Контекст ваших, ваших свиданий, я имею в виду. То есть, как у вас было ожидание свидания? О чем вы договаривались? Когда, вот, собственно, ну, на свидание собирались, вот. Чего вы, чего вы хотели? Вот. Это очень такой важный момент здесь. И, без понимания контекста вашего свидания, опять же, очень сложно будет что-то сказать. Понимаете? Такое вот. Определённое. Потому что, если у вас свидание было, там, например, в том контексте, что мы хотим, там, быть вместе, например, Вот одно, если ваше свидание контексте того, что... Давай попробуем пообщаться. Да. Вот. Вот. Ну, это... Наверное, немножко другое. Вот. Все-таки немножко другое. Потому что, разные ожидания, да, разные формы взаимодействия. Ну, все разное, в общем. И, на мой взгляд, ну, нельзя просто смешивать этот момент. Нельзя эти моменты обесценивать, как мне кажется. Вот. Так что, такая вот история. Ну, и, конечно, да, у вас были какие-то проблемы, да, у вас были какие-то сложности. Вот. Друг с другом. Вот. Собственно. Из-за чего вы расстались. И, как бы, если эти проблемы не решаются, да, если, там, с ними ничего не делаете, если их никак не порабатывают, да, если, там, с ними ничего не делаете, если их никак не порабатывают, да. Ну, если над ними, если над ними не работать, над этими проблемами, то, да, вы снова расстались. Вот. Вот. А на что, на что, на что вы ожидаете, с чего вы ожидаете-то, вот, если, ну, если не делать ничего, да, если никак не разбираться со своими трудностями, противоречиями и, ну, противоречиями, точнее. Вот. Эм, то, конечно, в таком случае всё-то несколько есть. Поэтому здесь у меня есть ощущение, что как-то вымучено у вас, получается, ваши отношения восстанавливать, как-то вымучено у вас, получается, идти на сближение. Вот. Вот. Я могу ошибаться, опять же. Вот. Но выглядит всё вот примерно в таком ключ, ключе. Вот. И, соответственно, спросите себя, спросите себя, нужно ли это вам вообще, то есть, ну, хотите ли вы этого. Потому что, если, если вы этого не хотите, если вы не готовы идти на какие-то компромиссы с мучим, если вы не готовы говорить, а очень важно именно, что говорить о своих ошибках, которые у вас вот. Ну, есть, и которые у вас были, и которые вы совершали, и это, в общем-то, нормально, и каждый день совершает ошибки. Вот. Этого не нужно ни в коем случае стыдиться. Если вы не готовы с этим работать, то работать, то, ну, остаться не изменится, к сожалению. Вот. Остаться не изменится от слова совсем, от слова никак. Вот. И, в общем-то, в общем-то, в общем-то, в общем-то, в общем-то, всё на этом. Вот. То есть, это то, как я мог бы ответить вам на вопрос, на вопрос, который вы задаете. Вы можете разобраться с этой ситуацией, если обратитесь за помощью. Вот. Вы можете разобраться с этой ситуацией, если разберёте, например, с психологом те проблемы, которые вас беспокоят. Вот. Но начать, начать, вот, в любом случае, начать нужно именно с того, чтобы определить, что мотивирует вас именно сомневаться в, ну, вот, в себя. Сомневаться в том, что вы думаете, в том, что вы знаете о своём супруге. Вот. Только так, только на час. С этого можно что-то решить. И последнее, наверное, это то, что для вас означает, вот, тот факт, что мужчина-то молча, да, и к вам больше не идёт на контакт. А почему вы сами не идёте с ним на контакт? То есть, вот, именно вы сами почему этого не делаете? То есть, ну, вам, опять же, вам этого не хочется. А вот вы хотите чего-то, чего-то другого или что? Вот мне кажется, что нужно на этом заострить ваше внимание. Вот. И, соответственно, тогда уже, уже ситуация будет гораздо лучше, чем сейчас. На мой взгляд. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok